Я должен безумно быть благодарен Warface за то, что вообще он есть, за то, что он много принес в мою жизнь. Но я как-то, когда смотрю на это, думаю, а ведь Warface тоже должен быть благодарен за то, что у него есть я. Варфейс Шесть лет назад, когда я играл просто в Warface, я не думал о том, что я стану видеоблогером или просто... Я просто был фанатик, я шутер, что-то новое, онлайн, мы играем с друзьями, там, я вижу друга на карте, это объединяло, мы обсуждали, то есть постоянно с друзьями в школе, что, как происходило. Это было лампово, так что я просто фанат этой игры, огромный фанат. Warface конкретно изменил мою жизнь, я могу сказать так, конкретно, ну, я здесь нахожусь только из-за Warface, и я как бы нашел свое призвание, может, так сказать. Не могу себя относить именно к категории критиков, вот, ну, я высказываю так, как вижу. Я просто всегда высказываю свою точку зрения, я не критикую конкретно, у меня нет направленности именно закритиковать и вот это сказать. Если выходит хорошее обновление, я всегда говорю, вот, я вижу хорошее. Здесь, ну, мне что-то не очень понравилось, но что-то понравилось, что-то плохо, что-то ужасно, а я буду так говорить. Нет, все прекрасно, все хорошо. Я этим живу, и это раздражает очень сильно, это вызывает негатив очень сильный, когда начинают происходить какие-то баги, ошибки, лаги, то есть, или кто-то допускает эти ошибки и происходят эти ошибки. Дмитрий Кремский. Тебе привет от Хаймзон. Что? Мы зарегистрировали команду с никнеймом Хаймзон. Есть креативный продюсер игры Warface, Михаил Хаймзон. Алло, Миш. Привет. Да, мы поймали слангу. Что, куда я его влез? У него не очень хорошие отношения со мной на тот момент были, не знаю почему. Нам просто удалили название команды, и я считаю, что это было неправильно, неправомерно вообще. Они не имели никакого права удалять ее. Я не считаю, что нам произошло что-то глобальное, что могло поднять какую-то бучу, но неприятно просто было то, что нам ее удалили. Они как бы поняли, что мы шутим, ну, мы шутили же на самом деле, они поняли, что мы шутим, видимо шутка не понравилась и просто удалили. Ты только прости меня, просто прости меня. Сделали команду ХЗ, то есть, ну, еще лучше. После этого как-то мое отношение к киберспорту в этом плане вообще развернулось просто перпендикулярно. Я не хотел ничего больше участвовать и даже не хотел принимать участие, не то, что даже освещать как-то эти события. Но сейчас немножко уже остыл, и иногда просто финалы, то есть, могу рассказать, что произошло. Ну что, не ждали меня в этом интервью? Назвать свою команду ХМ-зоной, это был явно камень в чей-то огород. Это был троллинг целенаправленный. Я совершенно не агруюсь на Диму за то, что в роликах иногда, если можно так сказать, издевается надо мной. Но парочку таких шуточек было отпущено в рамках нашего с ним личного общения, после чего у меня немножко сгорело. Возможно, зря. Просил Диму больше никогда не звать меня по имени, забыть о том, что я существую и так далее. Надо отдать Диме должное, он и в этом случае проявил себя как очень талантливый ютюбер. Раздул просто огромнейшую пиар-компанию под названием ХМ-зон, не называй мое имя. Из любой ситуации может найти хайповую, если можно так сказать, пользу. И креативно, интересно для зрителя, и даже для меня, в принципе, все это смотрел, ее подать. Нам удалось растопить этот лед, ледяную стену, которая стояла между нами, мы пообщались. Думаю, в дальнейшем, если у меня опять не сгорит на какую-то очередную шутку, все должно быть хорошо. Сейчас перед аудиторией, конечно, для меня важнее денег. То есть я боюсь уронить авторитет, потерять его банально. Я говорю то, что хочу, то есть делаю в принципе то, что хочу. То есть нет никакого надо мной большого начальника, который скажет мне делать то или иное, и я обязан буду это выполнить. Есть жизненные обстоятельства, под которые мне приходится иногда прогибаться. Другие блогеры PowerFoods зарабатывают гораздо больше, чем я. Но я так предполагаю, по крайней мере, потому что у них реклама, то есть на канале прямая есть и тому подобное. Был такой момент переломный на канале, когда у меня заказали рекламу на очень большую сумму, на огромную сумму, на тот момент особенно для меня. Меня подгоняли, говорили быстрее, быстрее, быстрее ли, и я должен был плевать на качество. Все-таки мне нравится быть самим собой и делать то, что мне нравится, и я этому буду поддерживаться всегда. Выходит какое-нибудь обновление, я делаю на него обзор, то есть говорю свою точку зрения, но я высказываю исключительно свою точку зрения, то есть как я вижу это. А люди уже сами решают, что правильно, а что нет. Наверное, на данный момент Дима входит, на мой взгляд, в топ-3 самых креативных ютуберов, которые у нас есть. То есть его контент всегда очень креативен. У него просто огромное количество контента, который мы все с удовольствием смотрим. И, если честно, прислушиваемся к тому, что говорится в этих видео. У меня большая часть дня уходит именно на то, чтобы создать какой-нибудь контент. Контент, создание контента PowerFace, это не заключается только в том, что включил камеру, включил микрофон, что-то сказал, потом смонтировал и залил. Это раз, это нужно следить за своим проектом и участвовать в его жизни. Два, тебе нужно активно, вот это самое важно, читать новости, искать какую-то информацию. После этого начинается уже подготовка, написание какого-либо сценария, по пунктам потихонечку расписываешь, что, как ты будешь говорить. Установка света, потом ты все это отснял, посмотрел вроде бы хорошо, послушал, обрезал, начинаешь монтаж. Ты уже смотришь, что к месту, что не к месту, начинаешь вырезать с сайтов информацию, чтобы подтвердить, как более-менее надежный источник. И, соответственно, на это уходит очень много времени. Это из 6-7 часов моей жизни именно просто ушло на это, чтобы я поискал, посмотрел. И главное это еще придумать, то есть как это подать. В голове все это сформировать и подать как-то аудитории. Ты же не просто говоришь с каменным лицом, вот это, это произошло. То есть тебе нужно активно рассказать, добавить какую-то историю, если есть у этого какая-то история, как было раньше, то есть сравнить, проанализировать. И, соответственно, на это уходит очень много времени. И сил уходит именно не то, чтобы физических, ты просто устаешь со временем все сильнее и сильнее. И каждый день, день за днем, в течение двух лет я делал именно так. Среди блогеров, которые давно находятся в этой сфере, нет таких, которые прям вот что-то делают, эффект вау, взрывают. За редким исключением, может, один-два видеоролика выходит, ну а так, что прям вот вау, каждый день, который делают. Они нащупывают свое что-то и продолжают это делать. Если им это нравится, то, безусловно, пусть занимаются этим. Первая популярность именно аукнулась, когда подписчики узнали, где я живу. И после этого началось. Сначала пришло 4 человека, пришло еще 2 человека, потом других еще 2, потом еще один, потом еще 2. И каждый день ко мне приходили абсолютно разные люди. Последний вот этот месяц, так как я меньше намного работал, я развиваю другие проекты, 116 тысяч рублей, по-моему, пришло. До этого было больше. К такому возрасту мне сейчас 21 год, я бы вряд ли смог зарабатывать такие деньги. У меня есть деньги? Есть. То есть я не считаю деньги, я даже не знаю, сколько у меня по факту денег вообще есть. Безусловно, я каждый месяц помогаю родителям. То есть я изначально, когда у родителей было достаточно плохо с финансами, то есть я очень много вкидывал, то есть очень много отдавал денег, чтобы они могли подняться, чтобы они встали хорошо на ноги и чувствовали себя хорошо. Я себе купил обыкновенную самую Kia Universal. Я ее покупал исключительно для работы, для того, чтобы передвигаться. Ну, я так как сам владел очень и очень безумно слабым компьютером, и у родителей не было финансов, то есть мне его приобрести, я знаю, что это такое играть на слабом компе, когда у тебя все тормозит и лагает. И я вот, у меня бывает порыв такой, хочется человеку помочь, то есть он какому-нибудь. Мы находим человека, у которого безумно слабый компьютер. Я знаю людей, которые нуждаются в компьютерах, они достаточно бедно живут. То есть берем этот компьютер, отдаем ему хороший. То есть с тем компом уже что хотим, то и делаем. Я планирую открыть компьютерный клуб, очень хочу, очень стремлюсь к этому. И вот, ну, пока решаю проблемы и пока узнаю, как это все работает. Хотелось бы поставить хорошие компьютеры, не за относительно дорогую цену, то есть чтобы человек мог прийти и поиграть там в 144-144 герцовом мониторе за небольшие относительно деньги. Я не хочу сделать место, где буду зарабатывать, я хочу сделать место попробовать, где люди будут приходить и просто расслабляться, отдыхать, то есть получать удовольствие. Мы познакомились в AirFace, я зашла на паблик к нему. Он создал комнату, он записывал видео, и я зашла к нему. Случайно вообще, то есть неожиданно это все было. Я зашла, такая, о, привет, написала, он мне ничего не ответил. Мы поиграли, и после этого он меня добавил в друзья, и мы начали общаться уже. Это самая нелепая и фантастическая череда случайностей. Изначально я даже не планировал, то есть переезжать, я даже не думал, даже мысли не было о том, что мы можем встречаться или общаться. Так как я посмотрел место нахождения города Омск и увидел, что это очень далеко, для меня это на самом деле был огромный шаг, просто взять и уехать очень-очень далеко от дома, где живут все мои родные и близкие. Я считаю, что это судьба. Я бы назвал наши отношения самые прекрасные, которые только могут быть. Мы на данный момент живем идеально. Я, честно говоря, сам не знаю, за что Настя меня любит, потому что у меня очень сложный характер, к которому очень сложно привыкнуть. Любит, чтобы все было так, как он хочет, по его в основном. И, ну, бывает такое, что он манипулирует, но в основном я всегда с ним согласна. Есть люди, которые говорят о нем, что да ты себя святого строишь, ты на самом деле не такой, да мы тебя раскроем, да ты все равно скоро спалишься. Но он не играет в этом плане, то есть он, если он в чем-то пытается быть справедливым, то на самом деле это так есть, и он к этой ситуации действительно так относится. Я сделал предложение достаточно своеобразное. Я к этому как-то, ну, не то чтобы не готов был, но я не мог понять, когда нужно делать предложение. И был такой момент, я поехал в Дагестан, я решил сделать ей такой небольшой сюрприз. Из наклона сразу вверх. То есть я расстрою ее, и потом сделаю предложение, и она от эффекта, ну, подумал я, по крайней мере, рассыпется. Он сказал, что он что-то там переосмыслил, он прилетел, начал говорить со мной таким серьезным тоном. Но поначалу я уже думала, что все, он хочет расстаться, что-то он там думал, принял какое-то решение. Я просто подошел к ней и говорю, Настя, ну, ты сама понимаешь, ну, пришло время, и я хочу, чтобы ты стала моей женой. И ее просто, и она как стекло застыла, она не понимает, что произошло, что стало, и она расплакалась. То есть, ну, это был трогательный момент, который я ей хотел, в принципе, увидеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова